так продолжаем ремонт элантры возле зеленых кустиков вот такой интересный инструмент есть не 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 там не надо им вот это плоскость вот такая терка морковка есть сырная да терка для чего когда мы шпаклюем у нас образуются такие вот острые края такие вот острые края до сейчас начнем это зачищивать наждачки есть будет много-много пыли риска там туда-сюда потом это придется продувать там обезжирить что-то делать сейчас вот этой штукой вот этой штукой это для этих как на гипсокартона мы просто-напросто вот эти вот макушки острые срезаем и теперь при нанесении второго или третьего слоя шпаклевки у нас шпатер не будет за вот эти пупырки цепляться ровно и мягенько пройдет ну вот видите получается вот такая поверхность то есть она уже готова для нанесения сразу второго слоя шпаклевки без наждачной бумаги вот она все эти катушки и острые грани срезаны а шпаклевочка еще такая она сыроподобная да то есть метод у нас мокрый по мокрому грубо говоря получается следующий слой шпаклевки хорошо сюда влипнет вот такой вот маленькая ноу-хау который экономит вам огромный объем наждачки и времени подсыпается выиграем Ну а по вилантре шпаклевочные работы продолжаются. Дверка уже практически готова под грунт. Готова под грунт. Затирали ее. Затирка производилась абразивом вот на таких терочках. Так и абразив у нас П-100. То есть мы сейчас шпакляемся просто форму даем. Выводится формочка. Значит на этом крыле формочка сделана. Сейчас пошла уже дверной проем, стойка подшпаклевываться. Так, задняя пятая дверь у нас. Задняя пятая дверь уже тоже готова. Вот здесь уже остались небольшие вот желтые свежие пятнышки. И пошло здесь у нас сейчас по стойке. Сама дверь уже тоже готова. Еще раз говорю, это пока мы сделаем абразивом П-100. Сейчас делаем формочку. Ну а потом перебить риски и так далее. Это уже дальше. Так, ну и вот уже пошла шпаклевочка на этих местах. Здесь жестянка по крыльям тоже закончена. Теперь крылья можно отнести то даже в моадярку. Поехали! Пошла обклейка. Где-то что-то чуть-чуть. Стекла, окна. Зашкурили, замотали. Сейчас значит готовимся к грунтованию. Маленько стоечки уже. Передняя, средняя, задняя. Там все уже затерто, зачухано. Крышка багажника тоже готовая. Здесь он вверх уже помыто, отмыто, чистенько. И сюда. По-быстрому первый слой. Где-то шпаклевка, где-то просадка, где-то что-то. Первый слой грунтика. Светленький, беленький. На нем теперь хорошо будут какие-то дефекты, что-то еще видно. Ну вот. Ну здесь вот как бы это объяснить, чтобы вы поняли, да? Короче вот это старались. Здесь вот где-то что-то. Порошки дунули, плюнули. Вот. И по этим рамкам ветрового стекла, да, вот под резиночками, вот здесь вот тоже уже ржавчина пошла. Вот пошкурили, зачистили. Грунтиком дунули. Ну на крыше, естественно, еще тут проплешин много. Все это трется, зачухивается. Ну пока грунт сохнет, можно этим временем воспользоваться и потерять еще что-нибудь. Так. И вот наша машина в зеленых кустиках. Значит так уже выглядит. Где-то прогрунтовано, где-то уже почухано. Где-то что-то уже. Где-то что-то уже. Вот оно уже обклеено. Тут второй, третий слой грунта. Что-то уже где-то перетирается. Пороги пошли. Пороги, проемы. Крыша трется. Капоты затираются. Затираются капоты. Дорабатываются крылья. Дорабатываются бампера. В общем малярка идет полным ходом у нас, да. Полным ходом идет малярка. Так что, ребята, если у вас есть зеленая лантра и она немножко покоцалась, прожарилась и так далее, да. Вы уже знаете, что делать. Сначала варим, потом шпаклюем, затираем и вот уже грунтуем. Ну, наверное, это последние слои грунтовки. Ее сегодня несколько раз уже грунтовали. Вчера, сегодня затирается, перетирается. Видимо, это уже последние слои. А дальше покажу, наверное, или красную, готовую, или, может быть, еще заострю внимание на самой покраске. Ну, вот такой пока автомобильчик у нас вышел. Вот так и там смотрится. И тут вот еще. И тут вот так все смотрится. Вот всякая всячина наложена. Вот она. Вот она. Так что, ребят, наверное, на этом на сегодня все. Всем большой привет. Ну и пока. Поехали. Поехали.